Спонсор выпуска магазин всемайки.ру Огромный выбор одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном Выберите что-нибудь из сотен тысяч вариантов на сайте Или воспользуйтесь приложением для вашего iOS или Android смартфона И вы можете также сами создать свой уникальный дизайн всего за 2 минуты Для зрителей и подписчиков канала действует 10% скидка по промокоду Ссылки на приложение и на промокод есть в описании ролика Всем привет, с вами Максим, это канал Хороший Выбор И в этом выпуске мы посмотрим на видеокарту NVIDIA GTX 950 в исполнении от Gigabyte Как по мне, это был самый необычный запуск бюджетной видеокарты в линейке Как со стороны компании, то есть в нашем случае NVIDIA Так и со стороны производителей Но об этом давайте мы поговорим ближе к концу ролика Начнем мы с тестов, и первое, о чем хотелось бы сказать, это об охлаждении и об уровне шума Просто я в интернете встречал несколько мнений, несколько статей о том, что У гигабайтовской версии очень шумное охлаждение И, в общем-то, меня этим так пугали и предупреждали Но лично я ничего такого не заметил Проверял видеокарту на открытом стенде Она находилась вот примерно на таком же расстоянии от меня, как сейчас То есть меньше метра И даже под нагрузкой, ну, особого какого-то шума я не услышал Естественно, если видеокарта будет в корпусе и под столом Будет все гораздо тише Ну, вот для примера дам вам послушать Ну, вот микрофон сейчас на одинаковом расстоянии от меня и от видеокарты Просто вам для ориентира вот мой голос Говорю просто, как я обычно говорю в жизни Ну, и давайте чуть-чуть поближе его к видеокарте поднесу Ну, и с расстояния... Вот сейчас микрофон прямо совсем возле меня Я сижу где-то в метре от видеокарты Итак, 950-е карточки сейчас существует только в варианте с 2 гигабайтами видеопамяти на борту И я очень сомневаюсь, что появится версия с одним или с 4 гигабайтами Ну, с одним я еще могу поверить Теоретически, наверное, это даже имеет какой-то смысл Но 4-х навряд ли Не успел я раздобыть карту сразу после ее запуска Так что в интернете уже полным-полно тестов 950-х От разных производителей, от гигабайтов в том числе Причем, как мне кажется, это даже хорошо Потому что вы в интернете без труда можете найти тесты этой карты С i5, с i3, с i7 процессорами, с теми же FX-ами А раз уж мне досталась такая возможность, как бы вот в последней волне таких тестеров оказаться Я буду тестировать видеокарту сразу с очень бюджетным процессором А именно с Atlon 860K Возможно, в будущем я повторю тесты с более мощным процессором Но что-то я тоже в этом сомневаюсь Потому что, опять-таки, этих данных просто навалом Прежде чем приступим к официальной части, пару слов о спонсоре Я сижу в футболке из магазина всемайки.ру Это моя любимая футболка с барашком Милота, позитив, энтузиазм Плюс 100 к желанию тестировать что-нибудь В общем, если хотите себе такую же футболку, ссылочка есть в описании Итак, тесты Начнем с Dota 2, Full HD разрешение, максимальные настройки графики И NVIDIA заверяет, что внедрила технологию, которая позволяет уменьшить задержку ввода То есть время между тем, как вы нажмете кнопку, и что-то произойдет на экране Причем это сокращение составляет около 35 миллисекунд И достигается за счет того, что видеокарта держит меньше пререндеренных кадров в буфере Так оно звучит в теории, хочется верить, что так оно и есть на практике Правда, я особой разницы не заметил Возможно, нужно было тестировать эту технологию на суперскоростном мониторе И проводить тест не на глаз, а на суперскоростную видеокамеру Как видите, фреймрейт очень приличный В большинстве случаев он держится на уровне больше 60 кадров в секунду, ближе к 70 И вот тут я даже попытался создать очень сильную искусственную нагрузку И все равно мы получаем фреймрейт около 60 кадров До 40 удалось просадить только уже в таком мощном замесе, когда много ботов И включен VTF режим, так что тут творится фирменное безобразие В реальных условиях, конечно, вы такой нагрузки не получите При этом ни процессор, ни видеокарты не были нагружены на полную И что-то мне подсказывает, что у GTX 950 есть еще несколько десятков кадров в запасе Counter-Strike Global Offensive, Full HD разрешение, максимальные настройки графики И фреймрейт от 100 до 150 кадров в секунду Да, я тестирую с ботами и в реальном бою фреймрейт может быть еще выше Даже не может быть, а скорее всего будет Но в реальных сражениях проводить тесты немного неудобно Во-первых, можно команду подставить, пока я там буду кустики разглядывать и за фреймрейтом следить А во-вторых, особо потестировать никто не даст То есть так вот свободно побегать, везде заглянуть Потому что цель команды противника, естественно, устранить нашу команду Ну, я думаю, и так вы все прекрасно сами понимаете В общем, поэтому да, поэтому тестирую с ботами Ведьмак 3 Начнем с высоких настроек, как с высоких основных, так и с высоких дополнительных И на природе в начальной локации мы получаем около 36 кадров в секунду В начальной деревеньке 32-34 кадра Давайте попробуем поставить ультра настройки, но без NVIDIA Hairworks И также постпроцессинг выкрутим на ультра В деревеньке фреймрейт просел до 22-24 кадров в секунду А на природе всего лишь до 29-30 То есть в городке мы потеряли около 10 кадров в секунду На природе около 5-6 фпс Что меня порадовало, видеокарта во время теста была нагружена полностью При том, что у процессора еще остается небольшой запас Ну и, наконец, давайте посмотрим на GTA 5 Дополнительные настройки изображения на минимуме Графика на высоком уровне в основном Некоторые настройки опущены, как разновидность населения Чтобы уместиться в доступный размер видеопамяти, напомню, всего 2 гигабайта И, как мы видим, в ненагруженных сценах фреймрейт очень даже радует Он около 50 кадров в секунду Но стоит выехать на какой-нибудь нагруженный перекресток Где много людей, машин И фреймрейт опускается до 33-34 кадров в секунду Стоит свернуть какой-нибудь менее нагруженный переулок И фреймрейт снова стремится там к 40-50 кадрам При этом, если мы посмотрим на нагрузку То видим, что процессор уже нагружен под завязку А видеокарта всего лишь наполовину Давайте попробуем выкрутить настройки на ультра При этом мы превысим доступный объем памяти Потому что игре потребуется около 2600 мегабайт Но, тем не менее, как видим, фреймрейт фактически не изменился При этом, если мы посмотрим на нагрузку Процессор нагружен, ну, вообще под самый потолок Нагрузка на видеокарту, кстати, тоже возросла Теперь она хотя бы не 50%, а от 70% до 90% Иногда даже до 100% Собственно, вы сейчас наблюдаете то самое явление боттлнекинга Когда видеокарта может гораздо больше, но ей просто не дает процессор И один из первейших симптомов такого явления Это когда мы сбрасываем настройки, а видеокарте легче не становится То есть, что на ультрах мы получаем 30 кадров в секунду Что на высоких 30 с небольшим Что даже на средних Будут примерно те же цифры А по графикам нагрузка на видеокарту будет только опускаться При том, что процессор все так же будет нагружен под завязку Еще я заметил такое явление, когда процессор слаб И при этом мы еще очень сильно переходим в лимит доступной видеопамяти То есть, часть информации, необходимой в видеокарте, хранится в оперативке Тогда мы можем столкнуться с таким неприятным явлением Когда текстуры не успевают подгрузиться И они дорисовываются прямо у нас на глазах При этом, когда я тестировал игру с настройками Когда мы умещались в 2 гигабайта доступной видеопамяти Такой проблемы не было Почему я вначале сказал, что это очень необычный запуск бюджетной видеокарты Потому что NVIDIA позиционирует видеокарту Как такое бюджетное решение для игр типа Dota, Counter-Strike, Лиги и Легенд В общем, чего-то такого не очень требовательного И тем не менее, огромное количество производителей Выпускает версии 950-й с очень таким внушительным внешним видом С прокачанным охлаждением Как тот же, например, гигабайтовский Event Force И гигабайт вообще на базе 950-й Запустили, точнее, новую линейку охлаждений Новую линейку видеокарт В общем, Gaming 3 она, кажется, называется Но мы с ней поближе только на Игромире сможем познакомиться В общем, как-то слишком много внимания к бюджетной видеокарте Потому что обычно 750-й, 650-й Это были просто такие невзрачные на вид карточки С минимально необходимым охлаждением Плюс сама NVIDIA запустила и эксклюзивно предоставила некоторые технологии Именно для 950-й линейки Причем заявлена такая серьезная штука Как сокращение задержки ввода То есть сокращение времени между тем, как вы нажмете кнопку И увидите действие, происходящее на экране Казалось бы, эта технология должна в первую очередь появиться На топовых видеокартах линейки на 980, на 980Ti, на Титане Причем ведь это чисто драйверная фишка И в теории ничего не должно мешать этой технологии работать на всей 900-й линейке Такие вот вопросы меня мучили до тех пор, пока я не получил видеокарту на руки И уже не смог ее протестировать лично И тут все стало на свои места Да, это довольно необычный запуск И к нему приковано довольно большое количество внимания Все потому, что, ну, несколько важных причин, несколько основных причин Во-первых, бюджетные видеокарты продаются гораздо быстрее и гораздо бодрее, чем топовые решения При том, что 950-й, являясь младшей моделью в линейке Без проблем тянет все современные игры в Full HD разрешение на высоких настройках с очень приемлемым фреймрейтом Естественно, к ней будет больше внимания, кулеры получше для лучшего разгона И вообще, чтобы внешний вид был более такой презентабельный Почему так произошло? Потому что старшие модели в линейке 980, 980Ti, они уже нацелены на ближе к 4К геймингу Ну, в 4К они еще приличного фреймрейта не дают, но все равно так уже туда метят И рекламируются как решение для игры больше, чем с Full HD разрешением То есть 2К, ну и в 4К Поэтому мы получаем ситуацию, когда младшие видеокарты в линейке отлично справляются с Full HD разрешением Ну а заявленные технологии с уменьшением задержки ввода, я думаю, что в ближайшие недели или месяцы Появятся в драйверах уже для всей 900-й линейки В общем и целом, видеокарта мне понравилась Как понравилось гигабайтовское исполнение, так и видеокарта сама по себе Потому что про 960-ю я много раз об этом говорил, что я не понимаю, зачем она нужна, какое место она занимает С выходом 950-й я 960-ю не понимаю еще больше Потому что, исходя из более точных, чем мои тесты, которых полным-полно опять-таки в интернете Мы видим, что 950-й по производительности, ну, очень близка к 960-й По большому счету получается такая же ситуация, как у 980Ti и у Титана У них фактически идентичная производительность в играх Ну, здесь может разница побольше, хотя где-то она все еще идентична Где-то от 2 до 5 кадров в секунду При том, что разница в цене между ними около 3 или 4 тысяч рублей Если бы 950-й была бы еще хотя бы, ну, долларов на 10-20 подешевле То есть еще бы, ну, на полторы тысячи рублей дешевле Это был бы просто вообще сногошибательный вариант Тем не менее, еще раз повторюсь, видеокарта мне понравилась На этом все, спасибо за внимание Надеюсь, что и вам все понравилось, и выпуск, и карточка Подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, загляните в описание Там ссылки на нашу группу ВКонтакте, на Инстаграм со спойлерами Посмотрите, какая там движуха идет И увидимся с вами уже в новых выпусках Пока! Субтитры сделал DimaTorzok